Не-не-не, я вас туда не удерживаю. Я не могу ключи найти, представляете? Сергей Сухоруких заблокировал нам выезд, а между тем это воспрепятствование журналистской деятельности. Все эти годы мы старались помочь нашим зрителям, чтобы кому-то провели воду спустя 30 лет, чтобы близкие нашли друг друга спустя 40 лет, чтобы на аварийном участке появился светофор и чтобы чиновники не расслаблялись. В одном из номеров этой базы обнаружено 4 трупа. На территорию пока не пускают. На базе продолжают отдыхать люди, но давать комментарии им запретила администрация. Ребята, я что непонятно сказал? Вы на частной территории. И не снимайте. Не снимайте. Вы на частной территории. И куда настолько не забрасывало за эти три года? В очередной раз пострадало Черницкое кладбище. Часть могил здесь оказалась размыта, кресты и памятники упали. К счастью, телевидение пока еще не научилось передавать запахи миазмов. Ну а прямо сейчас мимо меня идет специальная колонна. Здесь парад флагов. Это отдельная церемония. Это отдельная церемония. Если вы думаете, что я прямо сейчас просто... Тебя узнают на улице? Да, и к счастью, и к сожалению, даже пару раз просили сфотографироваться со мной. Ты шутишь? Я серьезно говорю со мной в фото. Но это было неправда. Это было серьезно. А что с тобой произошло за эти три года? Слушай, ну мне неоднократно угрожали, прям непосредственно на съемках. Один раз был очень страшный момент, причем я поработала месяца два. Мужчина в бийске на съемке кидался на меня с отверткой. Не так давно я снимала сюжет про шизофрению и искала героев. И вот один из них стал нашим постоянным зрителем. Звонит в редакцию, предлагает разные темы. И просит постоянно меня к телефону. И говорит, что если я с ним не пообщаюсь, то произойдет убийство. И мне приходится с ним разговаривать. Три года вымогают деньги? А кто вымогает деньги? Вы их нашли? Угроза выстрела? Как на войне? Да сколько работаем? Ну, по-разному. Я лично помню, как мы в течение месяца работали из дома. Общались исключительно по интернету. Писали с балкона новости. Но это было, знаете, чем-то таким объединяющим. Во время пандемии мы почувствовали, что стали глазами наших зрителей. Тех, кому пришлось перейти на удаленку или карантин. Мы освещали проблемы медицины, нехватки лекарств. И, конечно, мы были в красной зоне. Все эти годы мы развивались. Наши журналисты выигрывали конкурсы федерального масштаба. Одно из наших самых, пожалуй, главных достижений за эти годы – это то, что мы наконец-то попали на 22-ю кнопку. Потому что до этого события мы были на 255-й, на 548-й кнопке. То есть у разных кабельщиков, на разных кнопках. Наши телезрители часто путались. И теперь мы очень рады, что нас смотрят. И действительно смотрят. И самое главное – нас вдохновляют наши зрители и то, что мы можем сделать для них. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.